Формирование комфортной городской среды – главный девиз разработчиков проекта генерального плана Липецка. Работа над проектом должна завершиться в 2015 году, после чего документ представят горожанам для общественного обсуждения. Работа ведется в связи с изменениями, принятыми градостроительным кодексом, а также планируемым изменением границ городского округа города Липецка в целях жилищного строительства и увеличением территории на 2700 гектаров. Из них примерно 1850 гектаров – это город-спутник Романово. Новый генплан развития Липецка сформирован до 2035 года. Он предполагает множество изменений в инфраструктуре жемчужины Черноземья. Это и создание центральной оси города путем продления улицы Зегеря до Нижнего парка, и строительство природно-рекреационной зоны от желтых песков вдоль реки Воронеж, а также выделение территории для нового зоопарка. Зоопарк, который на сегодняшний момент в городе, он, конечно, по территории, ну, маловато, скажем, и животным там не совсем комфортно. Мы предлагали перенести, оставить в городе такой типа Зверинца, зоосада, а перенести основное и создать парк флоры и фауны. Это в район селок желтых песков. Планируется строительство магистрали общегородского значения. Уже сформировано южное направление. Въезд в Липецк со стороны Воронежа будет осуществляться через город-спутник Романово. Возможно, там появится экологически чистое производство, достаточно высокотехнологичное. Потом бизнес-комплексы, там новые комплексы. Но то, что мы привыкли, когда въезжаешь, даже в Санкт-Петербург, в районе Кулково, едешь, вы уже в городе, там эти красивые светящиеся здания. Некоторые предложения разработчиков проекта жителям Липецка сегодня могут показаться чрезвычайно смелыми. Создание схемы движения скоростного надземного транспорта, строительство третьего моста через реку Воронеж, а также несколько мостов через Каменный Лог. Помимо этого, планируется расширить основные городские магистрали на 2-3 полосы в каждом направлении. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.